РОССИЙСКАЯ НАУЧНО-СОЦИАЛЬНАЯ ПРОГРАММА РОССИЙСКАЯ НАУЧНО-СОЦИИ В 2022-23 учебном году исполнилось 30 лет. Южноуральскому форуму молодых исследователей и интеллектуалов Южноуральской интеллектуально-социальной программе для молодежи «Шаг в будущее» созвездие НТТМ. Такая высокая популярность обусловлена той широкой возрастной категорией участников, потому что только за последний период одних школьников приняло участие более 6 тысяч в данном конкурсе, а также здесь активны представители колледжей и техникумов нашего региона. В любом случае это такой уже бренд «Шаг в будущее», собственно, да, то, что это юбилейный 30-й форум, говорит сам за себя. В форуме «Шаг в будущее» приняло участие около 6 тысяч школьников. Ведущие ученые ЮРГУ и других вузов города и Челябинской области участвовали в работе научных секций и интеллектуальных конкурсов форума. В рамках форума проходили научно-педагогический семинар, конференция молодых исследователей, конкурс рационализаторов, изобретательных, интеллектуалов, эрудитов, русский клавиатурный тренажер, конкурс фото и видеосюжетов, конкурсы среди учащихся начальной школы. По результатам проведенных научных симпозиумов и интеллектуальных конкурсов, дипломами и грамотами отмечены более тысячи молодых и юных исследователей и интеллектуалов. 30 лет программе, и я думаю, что да, есть мнение, что многие программы, там, проходит время, они отсеиваются, уходят, там, допустим, 7 лет жизни и все. Это, я думаю, связано с тем, что мы проводим соревнования, и это дает возможность жить программе. Это первое. А второе – это объективность проведения экспертизы, работ, конкурсов и так далее. То есть мы, как организаторы, не вмешиваемся в работы экспертных комиссий. По результатам работы форума, почетной медалью бакалавра программы «Шаг в будущее» созвездие НТТМ, награждены учащиеся, добившиеся самых высоких показателей на его конкурсах. Номинация «Абсолютное первенство», конкурс исследователей. Ученик 11 класса Семенов Валерий Игоревич, гимназия номер 80, за исследование топливного элемента. Ученик 11 класса Князев Евгений Алексеевич, образовательный центр «Ньютон», за работу модульная конструкция шагающего робота. Ученик 11 класса Гореева Карина Радиковна, лицей номер 142, за работу по определению координат положения голономного робота в декартовой системе координат. Студент Южноуральского энергетического техникума Фролов Даниил Максимович, город Южноуральск, за разработку «Умная скамейка». Ученик 11 класса Клементьева Софья Дмитриевна, Челябинская область, Сосновский район, Кременкульская, СОЖ, за работу над обучаемым разговорным роботом на основе сетевой модели знаний «Робот-ученик». Конкурс рационализаторов. Ученик 11 класса Денисов Михаил Максимович, академический лицей номер 95, города Челябинска, работа 3D-стол для ручного фрезерного станка. Студент 4 курса Южноуральского энергетического техникума Ефремова Анастасия Юрьевна, город Южноуральский. Проект реконструкции одноэтажного жилого дома. Студент 4 курса Южноуральского энергетического техникума Старикова Анастасия Владимировна. Стенд выбор башенного крана с поворотной платформой для возведения высотного здания. Конкурс изобретательных. Ученик 11 класса Оленишин Иван Игоревич, лицей номер 142. Ученица 11 класса Белова Милана Андреевна. Студент 4 курса Южноуральского энергетического техникума Ельц Вячеслав Владимирович, город Южноуральск. Конкурс интеллектуалов. Ученица 11 класса Насырова Серафима Салаватовна. Маусош номер 104, города Челябинска, 11 класс. Войнов Вячеслав Сергеевич, гимназия номер 1, города Челябинска, 9 класс. Герасимова Екатерина Алексеевна, город Копейск. Маусош номер 1, 10 класс. Конкурс эрудитов. Ученица 9 класса Белозерцева Дарья Алексеевна, лицей номер 88. Ученик 9 класса Рябов Георгий Андреевич, гимназия номер 76, города Челябинска. Конкурс русский клавиатурный тренажер. Ученик 11 класса Кочергин Вячеслав Юрьевич, лицей номер 102. Командные награждения Челябинского городского координационного центра интеллектуалы 21 века в номинации «Лучшая начальная школа». Диплом третьей степени, почетный кубок и памятный подарок вручается гимназии номер 1, директор Тимирханов Дамир Галиханович и координатор школьной программы «Шаг в будущее» Морозов Денис Дмитриевич. Диплом второй степени, почетный кубок и памятный подарок вручается директору лицея номер 77, саблиной Марии Александровне и координатору Бетехтиной Ирине Юрьевне. Гимназия номер 80 становится обладателем диплома первой степени. Кубок и памятный подарок получили директор Макарова Анна Владимировна и координатор Воронин Сергей Сергеевич. Общекомандные награждения Челябинского городского координационного центра интеллектуалы 21 века за 2022-2023 учебный год. Дипломом «Лучшая общеобразовательная школа города Челябинска» награждена школа номер 104. Награду получили директор Петрова Ольга Викторовна и координаторы школьной программы «Шаг в будущее» перевозчикова Оксана Юрьевна и Клепалов Александр Викторович. В номинации «Лучшая общеобразовательная гимназия города Челябинска» победила гимназия номер 23. Награду вручили директору Запускаловой Наталье Степановне и координатору Гужиной Светлане Азатовне. Лучшим общеобразовательным лицеем города Челябинска стал лицей номер 142. Награда вручена директору Белоусову Александру Олеговичу и координатору программы «Шаг в будущее» Микузовой Ларисе Геннадьевне. Дипломом «Лучший общеобразовательный центр города Челябинска» награжден общеобразовательный центр «Ньютон». Награду получил директор Сергеева Светлана Сергеевна и координатор Жилечкина Ольга Александровна. Диплом «Лучшее общеобразовательное учреждение молодых исследователей города Челябинска» получила гимназия номер 80. Награда вручена директору Макаровой Анне Владимировне и координатору школьной программы Воронину Сергею Сергеевичу. Лучшим общеобразовательным учреждением города Челябинска в научно-техническом творчестве молодежи стал академический лицей номер 95. Награду получили директор Емельянова Лилия Алексеевна и координатор Ласькова Мария Вячеславовна. Главная награда Челябинского форума за 2022-2023 учебный год. Диплом «Лучшее учреждение образования города Челябинска» в интеллектуально-социальной программе для молодежи «Шаг в будущее» созвездие НТТМ вручается лицею номер 77. Почетную награду передали директору Саблиной Марии Александровне и координатору Бетехтиной Ирине Юрьевне. Лучшей общеобразовательной школой Челябинской области в номинации «Молодые исследователи» в рамках программы «Шаг в будущее» стала школа номер 2 города Златоуст. Диплом «Почетный кубок» и памятный подарок получили директор Содорогина Елена Владимировна и координатора Сушкова Ирина Александровна. В номинации «Лучшее представительство Южноуральской интеллектуально-социальной программы для молодежи «Шаг в будущее» созвездие НТТМ заняло представительство Челябинского областного координационного центра в городе Златоуст. Награда «Диплом и кубок» вручены координатору представительства Закировой Галине Николаевне. Также по результативности выступления учащихся города вручается представительство координационного центра Златоуста. По результатам выступления школ городов Челябинской области в общекомандном конкурсе исследователи-рационализаторы-изобретатели-интеллектуалы 30-го Челябинского областного форума «Молодежи. Шаг в будущее» созвездие НТТМ. Максимальный рейтинговый балл получило представительство Челябинского областного координационного центра в городе Копейске. Диплом, почетный кубок и памятный подарок. По результативности выступления учащихся городов вручается представительству города Копейск. Награждена координатор представительства Колобова Светлана Владимировна. По результатам выступления школ города Челябинска в общекомандном конкурсе максимальный рейтинговый балл получили учебные заведения Ленинского района. И в соответствии с этим диплом, почетный кубок и памятный подарок по результативности выступления школ района вручается представительству в Ленинском районе на базе школы номер 99. Награда форума вручена координатору районного представительства Кадыровой Ольге Васильевне. В конкурсе «Лучшие» в профессиональной номинации отметили 94 работы. Благодарим всех участников Южноуральского молодежного интеллектуального форума «Шаг в будущее». Спасибо, что были с нами. Редактор субтитров А.Семкин